Приветствую вас, любители жечь свет круглые сутки. Сегодня мы обсудим, откуда берется столько электроэнергии, как это нас вписало в круговорот веществ в природе, и какие методы добычи электричества, возможно, позволят нам еще какое-то время порадоваться своей тяпляп цивилизацией, если этот круг вдруг разомкнется. Поехали! По данным за 2019 год, потребление электроэнергии во всем мире составило около 22 500 миллиардов киловатт-часов. Это в 2,2 раза больше, чем было в 1992 году, и данная цифра продолжает расти. Как известно, почти вся эта электроэнергия вырабатывается на специализированных предприятиях – электростанциях. В зависимости от того, какая энергия и каким образом преобразуется в электричество, электростанции делятся на разные виды. ТЭС – тепловые электростанции, АЭС – атомные, ГЭС – гидроэлектростанции. Также электроэнергию вырабатывают на солнечных панелях, ветрогенераторах, приливах-отливах. Почти на всех электростанциях используются электрогенераторы. Наиболее распространены трехфазные генераторы тока. Принцип действия генераторов основан на законе электромагнитной индукции. Он гласит, на концах металлической рамки, помещенной во вращающееся магнитное поле, будет индуцироваться электродвижущая сила – ЭДС. При этом может вращаться как сама рамка, так и магниты. В реальных генераторах вместо рамки применяется катушка из тонкого медного провода с изолированными друг от друга жилами. Это делается для увеличения КПД установки. Так работает однофазный генератор. Для получения трехфазного тока обмоток должно быть три. При этом они располагаются по окружности, и угол между ними, его называют угол сдвига фаз, составляет 120 градусов. В современных моделях трехфазных генераторов в качестве магнита выступает ротор. При этом магнит может быть постоянным или электрическим. В последнем случае для питания ротора применяют скользящий контакт с графитовыми щетками. Для запуска такого устройства нужен отдельный источник электроэнергии. То, что крутит ротор, определяет, какого типа будет эта электростанция. Тепловые электростанции или ТЭС вырабатывают более 60% всей электроэнергии в мире. ТЭС работают на органическом ископаемом топливе, к которому относятся газ, уголь и нефть, а точнее побочный продукт ее переработки – мазут. В общем, почти на всем, что горит. Принцип работы такой электростанции довольно прост. В большой котел наливается вода. С помощью горелки или печи, в зависимости от вида топлива, вода нагревается и закипает. Далее пар под большим давлением раскручивает турбины, которые в свою очередь вращают роторы генераторов со скоростью около 3000 оборотов в минуту, вырабатывая электрический ток, который через систему трансформаторов поступает в городскую электрическую сеть. Пар, прошедший через турбину, поступает в огромные конструкции – градирни, где конденсируется, насколько это возможно, и поступает обратно в котел. Поскольку часть пара улетает в атмосферу, необходимо добавлять воду извне. На этом этапе с паром, улетевшим в атмосферу, теряется почти половина тепловой энергии. Коэффициент полезного действия таких электростанций составляет около 40%, и разница в зависимости от вида топлива и технологии нагрева котла. В большинстве случаев горячая вода из градирин также служит для нагрева водопроводной воды в ближайших районах. Тогда электростанция называется ТЭЦ, или теплоэлектроцентраль. В этом случае КПД может увеличиваться, так как меньше энергии расходуется впустую. Теперь рассмотрим данный тип выработки электроэнергии с точки зрения экологии и его роли в природе. Органическое ископаемое топливо образовалось в результате разложения организмов в течение многих тысячелетий. Так, для образования угля необходимо накопление большого количества мертвой растительной массы, без доступа кислорода. Такие условия выполнялись в древних торфяных болотах. Сначала из отмерших растений образуется торф, который затем оказывается под слоем наносов и, постепенно испытывая сжатие, превращается сначала в бурый уголь, а затем в каменный, более энергетически ценный. Основные запасы каменного угля, добывающегося в настоящее время, образовались в период палеозоя, около 300-350 миллионов лет назад. Нефть же образовалась в результате разложения мертвых животных. Жизнь на Земле существует и развивается путем естественного отбора уже около 4 миллиардов лет. За это время, кроме обыденной смерти от хищников, болезней и старости, происходили массовые вымирания. Поскольку большая часть живности на нашей планете существовала в океане, а после смерти там и разлагалась, то и большая часть нефти добывается в местах, где раньше было дно океана, а также и в самом океане шельфовой добычей. Горючие газы, такие как метан, пропан и бутан, выделяются в результате вулканической активности, а также почти сразу после начала гнилосных процессов в органике. Поэтому они встречаются и в месторождениях угля, и в месторождениях нефти, и почти везде, где когда-либо существовало большое количество органики. И вот уже много лет лежит все это добро без дела глубоко под землей, как вдруг заводится Homo sapiens sapiens и устраивает промышленную революцию. Так что вернемся к нашим свистелкам-тарахтелкам. При сжигании органического топлива в ТЭЦ в атмосферу выделяются двуокись углерода, пар, а также оксиды серы и азота. Последние представляют наибольшую опасность для человека и окружающей среды. Применение специальных фильтров может снизить выброс ядов в атмосферу, но остается проблема того, куда девать эти фильтры. Также вред несут золы и шлак, которые накапливаются в котле при сжигании угля, а потом сваливаются в кучу и разносятся ветрами по всей округе. Основную часть выбросов составляет углекислый газ СО2. Содержание газа в воздухе может характеризоваться величиной ППМ, которая показывает количество кубических сантиметров вещества на 1 кубометр воздуха. В период с 2009 по 2016 года средняя концентрация СО2 в земной атмосфере составляла от 387 до 400 ППМ. Колебания этих значений зависят от множества факторов и особенностей исследуемой местности и наблюдаются уже долгое время. Считается, что парниковый эффект, вызванный увеличением выбросов газов в атмосферу, способен привести к глобальным изменениям в климате. По мнению экоактивистов и некоторых экологов, выбросы СО2 несут наибольший вред. Однако углекислый газ обладает довольно слабыми парниковыми свойствами. Плотность углекислого газа больше плотности воздуха, и он опускается вниз, где его с нетерпением ждут фитопланктон в воде и зеленые растения на суше. Кстати, в воде углекислый газ растворяется очень здорово, и большая его часть достается зеленым океаническим водорослям. Далее растения путем фотосинтеза оставляют себе углерод и выделяют кислород, которым дышит большинство животных. Также углеродные соединения передаются животным по пищевым цепочкам. После смерти этих растений и животных, их останки, если никто не съест, то они осядут и пойдут на образование новой порции ископаемого топлива в далеком будущем, которая будет, скорее всего, кем-то тоже переработана в углекислый газ, вполне возможно, что уже и не людьми. В любом случае, пока будет обмен углеродом через двуокись углерода, жизнь на нашей планете будет продолжаться. На данный момент человек крепко занял свою нишу в экосистеме как единственное существо, которое перерабатывает ископаемую органику в углекислый газ. А изменения климата происходят по множеству причин на протяжении всего существования нашей планеты. О том, что ископаемое органическое топливо скоро закончится, люди тревожатся еще с середины 20 века, однако снова и снова находятся новые его месторождения. Но в случае, если топливо вдруг резко закончится, то мы не собираемся ждать несколько тысяч лет, пока органическое топливо образуется заново. Кстати, в сельском хозяйстве в ряде случаев природный газ можно получить при помощи биогазовой установки из навоза скота. А сейчас перейдем к другим источникам энергии для выработки нашего любимого электричества. Атомные электростанции или АЭС по принципу работы очень схожи с ТЭЦ. Единственное, что их отличает, это способ нагрева воды. На АЭС этот процесс происходит за счет тепла, выделяемого в ядерном реакторе. Ядерный или атомный реактор – это установка, в которой осуществляется самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция деления ядер активного вещества. В качестве делящегося вещества обычно используются изотопы урана 238, 235, 233 или плутония 239 и 232. Самые распространенные на данный момент реакторы – это реакторы на тепловых нейтронах, реже применяют на быстрых нейтронах. Простыми словами деления ядер можно описать так. При попадании нейтрона в ядро оно деформируется и принимает вытянутую форму. Так как ядерные силы действуют на крайне малых расстояниях, то они не могут противодействовать электростатическому отталкиванию противоположных частей вытянутого ядра, и оно разрывается на части. При этом излучается 2-3 нейтрона, провоцирующие такие же реакции распада по цепочке, а осколки, не сильно отличающиеся по массе, разлетаются с огромной скоростью. Далее свободные нейтроны сталкиваются с молекулами вещества теплоносителя, передавая им свою кинетическую энергию, преобразующуюся при этом столкновении в тепловую. Нагретый теплоноситель поступает по трубопроводам первого контура, отдает свое тепло воде во втором контуре, которое закипает и вращает турбину, подключенную к электрогенератору, прям как в ТЭС. Замедляющим веществом служит вода, если это реактор на тепловых нейтронах, или легкоплавкие металлы, в случае если это реактор на быстрых нейтронах. КПД лучших реакторов составляет около 40%. Кроме вышеописанного нейтронного распада, с топливом и продуктами его деления происходят альфа- и бета-распад, а также от них исходит гамма-излучение. При альфа-распаде от ядра распадающегося атома отделяется альфа-частица, полностью ионизированное ядро гелия с массовым числом 4 и зарядом 2. В результате распадающийся атом по законам сохранения массового числа превращается атом с порядковым номером в таблице Менделеева на 2 меньше исходного. Бета-распад сопровождается вылетом из ядра электрона или позитрона. Этот процесс обусловлен самопроизвольным превращением либо нейтрона в протон, либо протона в нейтрон. В первом случае из ядра вылетает электрон. Происходит так называемый бета-минус-распад. Во втором случае из ядра вылетает позитрон. Происходит бета-плюс-распад. Вылетающие при бета-распаде электроны и позитроны носят общее название бета-частиц. При бета-минус-распаде число протонов в ядре увеличивается на единицу, а число нейтронов уменьшается на единицу. Массовое число ядра А, равное общему числу нуклонов в ядре, не меняется. И ядропродукт представляет собой изобар исходного ядра, стоящий от него по соседству справа в периодической системе элементов. Наоборот, при бета-плюс-распаде число протонов уменьшается на единицу, а число нейтронов увеличивается на единицу. И образуется изобар, стоящий по соседству слева от исходного ядра. Гамма-излучение или гамма-лучи – это вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны, меньше чем 5 на 10 в минус 3 нанометров. Гамма-излучение испускается при переходах между возбужденными состояниями атомных ядер, при ядерных реакциях, а также при отклонении энергетически заряженных частиц в магнитных и электрических полях. Внутри активной зоны реактора топливо находится в герметичных трубках, называемых цепловыделяющими элементами, или сокращенно TWEL. Для замедления нейтронов в реакторе используют специальные стержни-замедлители, сделанные обычно из графита. Без них нейтроны быстро покинут зону реактора практически без взаимодействия с топливом. Также, манипулируя тем, насколько стержни погружены в активную зону, персонал станции контролирует интенсивность протекания цепной реакции, вплоть до почти полной ее остановки. Биологическая защита реактора предназначена для снижения интенсивности ионизирующих излучений в помещениях АЭС до значения не превышающих установленной нормы. Состоит биологическая защита, обычно из слоев воды и бетона. Также она может частично предотвратить механические повреждения реактора при различных катаклизмах. Время работы реактора с одной загрузкой топлива называется компанией реактора. Величина компании реактора определяется особенностями топлива. Она может составлять от года до нескольких лет и обычно не имеет четких календарных границ. А далее инженерам и физикам-ядерщикам приходится изрядно попотеть. Отработавшее ядерное топливо – это ценный продукт, содержащий два полезных компонента – невыгоревший уран и трансурановые элементы. Кроме того, среди продуктов деления содержатся радионуклиды – радиоактивные изотопы, которые можно с успехом применять в промышленности, медицине, а также научных исследованиях. После удаления из реактора отработанное ядерное топливо, сокращенно ОЯТ, сохраняет радиоактивность, причем довольно сильную, и выделяет тепло. Поэтому в течение некоторого времени такое топливо выдерживают в бассейнах под водой для отвода теплоты и защиты от ионизирующего излучения. Следующим шагом может быть окончательное захоронение, завершение открытого цикла или дальнейшее использование, закрытый цикл. В отработанном ядерном топливе содержится примерно 1% плутония. Это очень хорошее ядерное топливо, которое не нуждается ни в каком процессе обогащения. Восстановленный уран может возвращаться на дополнительное обогащение или поставляться в виде свежего топлива для действующих реакторов. Закрытый топливный цикл является наиболее эффективной системой максимального использования урана без его дополнительной добычи на рудниках. В энергетических единицах экономия иногда составляет до 30%. И хотя промышленность сразу одобрила этот подход, такие схемы переработки отработанного ядерного топлива пока не получили широкого распространения. Все-таки работа с отработавшим ядерным топливом является довольно муторным и затратным процессом, как энергетически, так и финансово. Поскольку необходимо постоянно следить за множеством показателей состояния таких отходов и принимать соответствующие меры. Для этого необходимы специальные предприятия, использующие дорогостоящее оборудование по хранению и переработке этих отходов, на которых должны работать высококвалифицированные специалисты. Различные узлы активной зоны реактора и первого контура со временем неизбежно устаревают или выходят из строя, поэтому требуется их своевременная замена и утилизация. Здесь значимо такое явление, как наведенная радиоактивность. Наведенная радиоактивность – это искусственно возникающая при облучении нейтронами радиоактивность окружающей среды – воздуха, почвы, воды, предметов и т.д. При облучении частицами, нейтронами, протонами, гамма-квантами стабильные ядра могут превращаться в радиоактивные ядра с различным периодом полураспада, который может протекать длительное время после прекращения облучения. Особенно сильна эта радиоактивность, наведенная нейтронным облучением. Как говорилось ранее, в работе реактора основную роль играет деление ядер топлива с излучением нейтронов. Поскольку узлы, требующие замены, проработали в условиях нейтронного облучения десятки лет, то и уровень наведенной радиоактивности достигает значений значительно выше всяких норм. Поэтому нельзя просто взять и переплавить устаревшие части реактора. Их следует хранить на специально оборудованных охраняемых свалках. Но не все материалы имеют свойство приобретать наведенную радиоактивность, поэтому уже долгие годы ведутся разработки сплавов, устойчивых к этому явлению. Не обходится и без выбросов в атмосферу. Не просто же так на ДС возвышаются высоченные трубы. Через эти трубы выводятся радиоактивные инертные газы, которые не улавливаются установленными фильтрами. Ветра разносят эти газы на большие расстояния. Почти все они быстро осаживаются и распадаются. В результате чего не происходит превышение их концентрации, и уровень радиации остается в пределах нормы. Что касаемо добычи ядерного топлива, то в природе его не так уж и много. Лидером по запасам урана является Австралия. Там находится 30% всех залежей урана, около 1780 килотонн. Если Австралия является лидером по запасам, то лидером по добыче урана является Казахстан. Там добывается 39% всего используемого в промышленности урана. В зависимости от глубины залегания руды существует три метода ее добычи. Карьерный, шахтный и выщелачивание. Сам процесс добычи осложняется довольно рассеянным расположением руды. Проблем также добавляет токсичность самой руды и наличие вместе с ней продуктов ее распада в виде пыли и газа радона, что в совокупности особенно опасно для работников шахт. После выделения урана из руды остается множество разнообразных радиоактивных и токсичных отходов. Уровень радиоактивности таких отходов может достигать 85% от уровня радиоактивности первоначально добываемой руды, и их тоже надо где-то хранить. Получается, что ядерная энергетика не такая уж и экологически чистая, как считают многие. И это мы еще не затронули аварии с масштабными утечками радиоактивных материалов в окружающую среду. Взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986-м, авария на АЭС Фокусима-1 в 2011-м году из-за землетрясения, взрыв отходов на химкабиннате Маяк в 1957-м и многие другие. Тема аварий в ядерной энергетике очень обширна. Также стоит учесть, что ядерного топлива по предварительным расчетам остается приблизительно лет на 100, и неизвестно, возможно ли как-либо восстановить уже распавшееся топливо. Как видно из всего вышеперечисленного, использование ядерной энергетики как экологически чистой панацеи на случай острого дефицита органического горючего весьма сомнительно. Говоря о ядерной энергетике, стоит упомянуть о совершенно другом типе реакторов, о термоядерном реакторе. Термоядерный синтез – процесс слияния атомных ядер в более тяжелый, протекающий при сверхвысоких температурах и давлении. В настоящий момент разработка полноценного термоядерного реактора еще не закончена, однако уже проводятся исследования на экспериментальных установках. Теперь перейдем к следующим методам добычи электроэнергии. Далее рассмотрим тип электростанции, где почти ничего не надо жечь, разогревать, кипятить, а именно гидроэлектростанции или сокращенно ГЭС. Принцип выработки электроэнергии здесь такой же, как и на двух предыдущих электростанциях, только турбина здесь совсем другого типа и крутит ее не поток пара под большим давлением, а поток воды, падающий с высоты на большой скорости. ГЭС обычно строят на реках. Необходимый напор воды обеспечивается подсредством сооружения плотины и созданием водохранилища. Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности. Мощные вырабатывают от 25 МВт и выше, средние до 25 МВт, малые гидроэлектростанции до 5 МВт. Мощность ГЭСа зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции. Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды. Высоконапорные более 60 метров, средненапорные от 25 метров, низконапорные от 3 до 25 метров. Главный недостаток ГЭС – это то, что построить их можно только там, где есть подходящий водоем. К тому же, не на каждой реке можно построить эффективную ГЭС. При строительстве на равнине придется затопить весьма большие площади, земля на которых, в зависимости от климатической зоны, может быть весьма плодородна. В горных же районах возможно построить ГЭС с куда меньшей затопляемой площадью и большей мощностью. Но тогда сам процесс строительства осложняется неровной горной местностью и возведением прочной высоконапорной дамбы. Так, например, Куйбышевская ГЭС с плотиной высотой 40 метров выдает электрическую мощность 2488 мегаватт, при площади водохранилища 6450 километров квадратных. Для сравнения, построенная чуть позже Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 6400 мегаватт, а площадь ее водохранилища составляет 621 квадратный километр. Ее плотина имеет высоту 242 метра. Также после строительства ГЭС необходимо внимательно следить за режимом реки для избежания наводнений и пересыхания русла. Источником энергии, которая будет переработана в электрическую здесь, служит естественный круговорот воды, который будет происходить, пока на Земле есть вода и светит солнце. Это значительное достоинство гидроэлектростанций. Однако, как уже отмечалось ранее, их строительство возможно далеко не везде. Кроме вышеперечисленных методов добычи электроэнергии, которые являются основными на данный момент, существуют и другие, альтернативные, которые не столь популярны, однако имеют право на существование и дальнейшее развитие. Ветряки, или ветрогенераторы, вырабатывают электричество за счет того, что ветер вращает лопасти, которые в свою очередь вращают электрогенератор. Ветряные станции, состоящие из множества ветроэлектрических установок, целесообразны строить только в тех местах, где есть постоянно дующие ветра. Например, в прибрежных зонах моря, где почти нет препятствий для таких ветров. С применением легких композитных материалов, преимущественно стекловолокна, возникает еще одна проблема ветряных электростанций. Это переработка износившихся лопастей, а точнее ее невозможность. Поэтому их приходится закапывать на специально отведенных полигонах, в надежде на то, что скоро появится способ переработки данного материала. Еще одним довольно распространенным альтернативным источником электроэнергии является использование солнечных панелей. Принцип работы солнечных батарей основан на электронно-дырочном переходе, возникающем в полупроводниковых полостинах под воздействием солнечного света. Однако, несмотря на халявный источник энергии в виде солнечного света, у солнечных панелей есть недостатки, такие как большие издержки производства. Также само их производство довольно неэкологично. Срок службы солнечных панелей обычно составляет чуть больше 20 лет. На переработку отправляются лишь 10% из них. Коэффициент полезного действия солнечных батарей за последние 15 лет вырос с 16 до 20%. Такие методы добычи электроэнергии, как вектор-генераторы и солнечные панели, хоть и не получили большого распространения в промышленности, однако пользуются большой популярностью в частных хозяйствах. Стоит также упомянуть солнечные тепловые электростанции. По принципу выработки электричества они схожи с любыми другими ТЭС. Однако здесь котел, находящийся на возвышенности, нагревается солнечным светом, отражаемым в него множеством обычно параболических зеркал, расставленных вокруг. Здесь необходимо следить за частотой зеркал и их направлением в зависимости от положения солнца на небе в течение дня. Вдобавок к солнечным электростанциям существуют и лунные электростанции, или как правильно их называть, приливные. Приливы и отливы происходят примерно два раза в сутки, под влиянием притяжения воды луной. Эффективность таких электростанций высока в заливах, где при строительстве дамбы, подобной ГЭС, перепад уровня воды наиболее высок. Итак, сегодня мы рассмотрели наиболее распространенные источники энергии. Перебирая информацию для данного видео на просторах бескрайнего интернета, я пришел к выводу о том, что нам стоит обратить больше внимания на циклические процессы в природе, так как они являются наиболее долгоиграющими, следить за КПД различных источников энергии, а также не отбрасывать раньше времени разнообразные идеи и предположения. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч!